Ребята, всем привет! В этом видео я отвечу вам на вопрос, возможно ли быть в плюсе, делая ставки на фаворита в настольном теннисе без какого-либо анализа и вообще дает ли это какое-либо преимущество, если мы просто бездумно будем делать ставки на фавориты, соответственно, просто делать ставки на маленький коэффициент. Ответ, ребята, будет максимально объективным, потому что у нас есть просто нереально огромнейшее количество матчей, если быть точным, это 21203 матча, то есть на протяжении последних практически полутора лет, это спарсенная информация, то есть результатов и она максимально подробная к тому же, то есть здесь у нас есть информация по коэффициентам, перед вами сейчас табличка, я подробно расскажу про каждую ячейку, то есть что означает каждый столбец и потом с вами подробно-подробно покажу, каким образом мы вычисляли фаворитов, то есть какой результат и так далее. Видео будет очень интересным, я попрошу ребят сразу поставить лайк под этим видео, потому что большой объем работы проделан и хотелось, чтобы вы это поддержали лайками, тогда я буду понимать, что такая информация для вас интересна и в таком направлении будут еще много-много видео, в том числе на футбол, баскетбол, волейбол и так далее. Итак, давайте по порядку, какая информация у нас есть, то есть в первой колонке у нас есть дата, то есть начинается информация у нас с 1 марта 2018 года, далее чемпионат какой был, далее у нас есть игрок номер 1, игрок номер 2 фамилии и коэффициенты, какие коэффициенты у нас есть. Смотрим ребят, у нас есть коэффициент, ну то есть у нас только победа есть, но есть два коэффициента на победу, есть коэффициент при линии открытия и коэффициент при линии закрытия. Сейчас объясняю для тех, кто не знает, что это такое, то есть когда букмекер только выставляет матч, предположим матч будет через несколько дней, букмекер только выставил его в линию и соответственно у нас есть информация, какой коэффициент был изначально. Вот в данном случае у нас первый матч, коэффициент был 1.08. Далее начинают игроки делать ставки, то есть на победу либо первого, либо второго игрока в этом настольном теннисе в этом матче. И коэффициенты на что-то проседают, на что-то наоборот повышаются. И соответственно, когда перед самим матчем, там буквально за 10 минут, у нас есть информация по коэффициенту, то есть это линия закрытия. Это тоже очень интересная информация, я вообще все это затеял именно с целью найти правильную стратегию ставок на пониженные, на завышенные коэффициенты. Об этом вы узнаете в моих следующих видео. Вот здесь есть информация, то есть процент, процент на сколько просел, либо поднялся коэффициент между началом линии открытия и линией закрытия. То есть в нашем случае на первого игрока изначально был коэффициент 1.08, это явный фаворит. И потом он еще сильнее снизился на коэффициент 1.05, то есть просел на 2.8%. Второй игрок в этом же матче у нас аутсайдер, на него был коэффициент при линии открытия 7.3 и потом соответственно он поднялся, потому что на первого игрока просел, то есть стал 11.5. То есть поднялся он на 57.5%. Поэтому я вам сегодня отвечу на вопрос по поводу того, есть ли смысл ставить на фаворитов, то есть какой будет результат не только просто ставка, а ставка и на линию открытия и на линию закрытия, потому что там тоже показатели разнятся. Дальше мы смотрим, ребят, есть у нас победа второго, как я уже сказал, коэффициент линии открытия и коэффициент линии закрытия. И разница в процентах, то о чем я говорил, то есть это между линией открытия и линией закрытия. Далее у нас есть победитель, то есть цифра, кто выиграл в этом матче. Здесь выиграл фаворит с коэффициентом 1.08 при линии открытия и 1.05 при линии закрытия, ну и так далее. Матчи огромное количество, я уже сказал сколько их, 21.203, чтобы видеть какое количество матчей и вообще всю информацию, которую сейчас мы будем подсчитывать. То есть можно подвести к любой колонке, вот допустим победитель, и здесь внизу сразу уже в Excel видно. То есть здесь есть количество, 21.203, как я и сказал. Теперь, ребят, давайте покажу, каким образом я проводил подсчет. Я все уже как бы подсчитал, чтобы сильно не затягивать видео, но в любом случае давайте вам покажу, как это все высчитывалось, то есть что все максимально правильно. Переходим в следующую табличку, это эта же табличка, но здесь я просто поубирал второго игрока. То есть здесь уже в принципе все формулы, все сделано, я же говорю, я уже подготовил, все готово. Но здесь только по первому игроку и следующее по второму игроку. Почему это все отдельно? Потому что, ну опять же, чтобы задать формулу в Excel пришлось разбить отдельно на победу первого, на победу второго. В чем суть? То есть смотрим, у нас здесь остались только коэффициенты линии открытия-закрытия первого игрока, то есть все то же самое, но по первому игроку. И появилась колонка, где есть рассчитанная формула, то есть формула рассчитана следующим образом, какой результат по итогу. То есть смотрим, здесь у нас 1.08, какой результат в данном случае по линии закрытия. То есть по линии закрытия, я смотрел и по линии открытия, и по линии закрытия, сейчас по линии закрытия. То есть смотрим, здесь у нас был коэффициент 1.05 и выиграл этот игрок. То есть, мы выиграли чистыми 5 единиц. Все расчеты я производил из расчета того, что на матч мы ставим 100 единиц. То есть, 100 рублей, 100 гривен, не важно. То есть, соответственно, если бы мы 100 поставили на коэффициент 1.05, игрок наш выиграл, мы в плюс 5. Далее, смотрим, в следующем матче, допустим, коэффициент линии закрытия на первого игрока 2.21. Мы ставим сотню, но игрок проигрывает. Мы видим, что победил здесь второй игрок. Соответственно, в табличку записано минус 100. И так далее. Смотрим, то же самое. Коэффициент 5.15 закрытия. Выиграл с таким большим коэффициентом игрок номер 1. И мы выиграли чистыми 415 единиц. То есть, здесь все-все-все уже просчитано формулами. Все, что нам можно сделать, вот сейчас без какой-либо фильтрации. То есть, у нас данные коэффициентов по линии закрытия, вы видите, то есть, тут не только на фавориты, абсолютно все коэффициенты. В общем, 1.05, 7.4 и так далее. Мы можем подвести к колонке результат и увидеть следующую информацию. Как я уже говорил еще раз, количество матчей. И есть показатель среднее. То есть, что означает среднее? У нас есть сумма. То есть, какой был бы результат, если бы мы на эту всю 21203 матча ставили по 100 единиц, мы бы проиграли по итогу 86370. То есть, это минус 4.07 с каждого матча. То есть, по 4 единицы мы бы теряли на каждом матче на дистанции. То есть, где-то выиграли, где-то проиграли. Но сделав вот полтора года ставок просто бездумно не на фаворита, а на все подряд. Просто всегда, допустим, делая ставку на первого игрока. То мы бы были в минус 4.07 и суммарно минус 86370. Ну, тут понятно, что точно плюс ожидать нельзя. То есть, тут никакой логики нет. Логика типа просто ставить на первого игрока на линию закрытия. То есть, перед самым матчем. А теперь, ребят, с помощью фильтров мы можем посмотреть по коэффициентам. То, о чем я говорил. То есть, открываем линию закрытия. Фильтр. Числовые фильтры. И нажимаем здесь между. И смотрим, допустим, вбиваем коэффициент между 1.01 до 1.1. То есть, у нас сейчас отфильтруются только матчи с коэффициентом линии закрытия. Как вы видите уже, да, не отфильтровались. То есть, щелкаем. У нас видно, что здесь только от 1.01 до 1.1. И результат, соответственно, есть. Что мы теперь можем посмотреть? То есть, что бы было, если бы мы делали ставки именно на фаворита. Вот с таким коэффициентом. То есть, на максимально явного фаворита. Потому что коэффициент 1.01-1.1. Давайте посмотрим, что бы получилось. Что бы получилось. Нам бы подошло за все это время 885 матчей. По итогу мы проиграли бы 3583 единицы. Делая ставку в сотню, напоминаю. И суммарно был бы тоже потеря минус 4.05. Примерно то же самое. То есть, я сейчас уже покажу, ребят, вам табличку. Где все расписано каждой коэффициентом. 1.01-1.1.1.1-1.2. И так далее. Сейчас просто для примера показываю, как я все это рассчитывал. Вот. То есть, это по линии закрытия. Давайте можем, допустим, переписать. Чтобы вы понимали, как я считал. Я себе еще раз перепишу. То есть, минус 4.05. У нас я проценты просто переписал. По линии закрытия коэффициент 1.01-1.1. Это на игрока номер 1. И такая же табличка, я уже говорил, есть для второго игрока. Для второго игрока есть такая же табличка. Поэтому здесь тоже мы вводим такие же данные. Чтобы все это просуммировать. Вводим от 1.01 до 1.1. Смотрим, что бы было здесь. Здесь бы было у нас примерно то же самое. Минус 4.54%. То есть, что нам нужно сделать теперь, чтобы просуммировать. Мы прошлые 4.05 плюс 4.54 у нас выходит. То есть, 8.59. И делим на 2. То есть, средний арифметический коэффициент минус у нас был бы 4.3 выходит. То есть, вот таким образом я ввел подсчеты. И теперь давайте я перехожу к табличке. Что у нас получилось. Смотрим. Табличка фаворита на линию открытия. Я просчитал 2 линии. То есть, от фаворитов на линию открытия на линию закрытия. Что мы видим? Если мы делали ставку на коэффициент 1.01-1.1. У нас бы было суммарно 1380 матчек подходящих. И мы были бы в минусе 3.73%. Кстати, ребята, тоже скажу, кто не знает. То есть, процент минуса, если вот бездумно, бездумно делать на что угодно ставки. Давайте, допустим, тоже просто там на победу первого игрока в теннисе. Вот на что угодно абсолютно. То есть, маржа букмекерской конторы в среднем, в зависимости от конторы, составляет в районе где-то 6-7%. Иногда меньше, иногда бывает 3-4, иногда чуть больше. Но в среднем, наверное, от 5 до 7%. Я, ребята, кстати, все вот эти данные абсолютно парсил. Ну, то есть, эти матчи все, большое количество. С букмекерской конторы 1xbet. И ее аналоги точно такие же. Это букмекерская контора Betwinner и Melbet. То есть, почему я это говорю? Потому что такое большое количество матчей каждый день, допустим, в среднем на 1xbet, и том же Betwinner и Melbet. То есть, наверное, около сотни матчей в среднем настольного тенниса есть. Другие букмекеры дают меньше матчей. То есть, многих букмекеров в среднем там 20-30 матчей в день. Именно вот эти конторы дают огромное количество матчей. Именно с этих контор была спарсена информация, которую я сейчас вам показываю. Кто, ребят, если не за Реганы еще, то ссылочку я на свой твиттер оставлю. Здесь будут все эти три конторы. И бонусы для первой регистрации 100% на первый депозит. Так, давайте вернемся. Смотрим, что у нас было бы при коэффициенте 1.1-1.2. То есть, было бы подходящих 1272 матча и минус 6.6%. Дальше зачитывать не буду. То есть, вы все видите. Разбил я с разницей в 0.1%. То есть, и видите самое главное, вот какой результат. То есть, в принципе, здесь практически везде есть... Есть, ну не практически везде, в половине случаев есть преимущества перед букмекеров. В плане чего? В плане того, что мы чуть маржу переигрываем. Потому что маржа, как я сказал, от 5 до 7%. То есть, мы ее переигрываем вот в случае на ставку коэффициент 1.2-1.3. И на 1.7-1.8. Ну, именно так конкретно. А остальное примерно то же самое получается. То есть, здесь мы можем подвести итог, что самая выгодная ставка, если мы ставим на фаворита, вот бездумно в настольном теннисе, если мы ставим просто на фаворита при линии открытия, то есть, как только матч появился в линии, то выгоднее всего ставить на именно коэффициент, то есть, от 1.2 до 1.3. Тогда мы будем на дистанции, то есть, если фиксированную ставку будем делать, без каких-либо догонов и так далее, в самой-самой минимальной потере. То есть, практически при своем. Также, ребят, вы видите, то есть, это уже нельзя сказать, что ставка на фаворита, коэффициент 1.8-1.9 и так далее. То есть, это как раз равные игроки, когда играют. Но я решил тоже уже выписать, показать вам. Самый отвратительный, как вы видите, результат ставить, то есть, не имеет смысла в настольном теннисе бездумно на вот такие коэффициенты. То есть, на равную игру, когда коэффициент 1.8-1.9, 1.9 и 2. Ну, в общем, от 1.8 до 2.1. Следующее, ребята, видео будет, я подведу такой же итог, ставок на аутсайдера. То есть, что получится. Поэтому, ребят, если вы хотите увидеть следующее видео, именно вот про аутсайдеров, прямо сейчас обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. То есть, я выпущу сразу следующее видео, как только здесь наберется под этим видео 1000 лайков. Я уверен, что будет интересно, может там получится найти какую-то закономерность, какой-то плюс. И вообще, если как бы я увижу активность, вам будет интересно, по лайкам я это увижу, то я продолжу именно такие же вот подсчеты проводить, я же говорю, в футболе, в волейболе и так далее. То есть, здесь есть куда копать и есть, где можно находить какие-то закономерности. Тем более, есть возможность парсить вот такое огромное количество матчей. Потому что, если бы было у нас всего там даже 1000 матчей, это было бы вообще не показатель. У нас их больше 20 тысяч. Так, ну, в общем, по линии открытия вы информацию видите. Переходим к линии закрытия. Что видим здесь? Здесь мы видим, что у нас при коэффициенте, кстати, таком же 1.2, 1.3, на большой дистанции 1767 подходящих матчей, мы бы вышли в минимальный плюс, практически 1%. Что это означает? То есть, если бы мы делали по 100 единиц каждую ставку, мы бы с каждого матча выигрывали на дистанции 1 единицу. Это очень мало, но, честно говоря, я уже удивлен, потому что огромное количество матчей 1767 и по итогу плюс, как-никак, получается. То есть, опять же, если при линии закрытия, линия закрытия, напоминаю, то есть, это перед самым началом матча, мы будем делать ставку на фаворита с коэффициентом 1.2-1.3, то на дистанции у нас вот получился на протяжении полутора лет вот такой вот результат положительный, прошу заметить. Ну, остальную информацию можете увидеть. Примерно она совпадает с линией открытия. То есть, опять же, самое невыгодное у нас выходит, это коэффициент 1.8-2.1. И давайте вот покажу две таблички рядом, чтобы можно было сравнить. То есть, линия открытия, линия закрытия 1.1 практически одинаковые, кэффы практически одинаковые. То есть, они везде практически одинаковые, отличаются вот ближе к концу. На кэфф 1.7-1.8, тут было минус 3.05, а на линии закрытия у нас 7.29. А так примерно одинаковые. Ну, и отличаются 1.8-2.1, здесь чуть поменьше проигрыш. А при линии открытия, если ставить, то здесь вообще огромный проигрыш у нас выходит. В общем, примерно так, ребят. Я думаю, должно быть интересно. Лично мне вот такой, вот так вот копаться в информацию очень интересно. То есть, я уже перерыл огромное количество всяких моментов именно в настольном теннисе. То есть, я тут через фильтры, как только не пробовал, есть очень интересные заметки. Я же говорю, если вам интересно, поддержите лайком. Я буду видео такие выпускать. То есть, основная задумка, повторюсь, видосы тоже будут. Мы будем смотреть на вот эту разницу между линией закрытия и линией открытия. Давайте в конце вам хотя бы сейчас еще объясню. Опять же, кто не знает, почему так получается, что иногда коэффициенты очень сильно проседают. То есть, это получается из-за того, что букмекер переоценил изначально, когда только выставил линию, либо недооценил игрока, а люди начинают грузить. Как правило, так получается. То есть, иногда бывает просто на фаворитов начинают грузить, а иногда, допустим, выставили на какого-то игрока с коэффициент 2, букмекеры при линии открытия. И профессиональные игроки, каперы, которые именно, допустим, знают, что этот игрок переоценен. На него коэффициент 2 не должен быть. На него должен быть кэф 1,7. То есть, у них получается валуйная ставка. И они начинают туда по максимуму грузить, сколько можно. И, соответственно, букмекеры начинают понижать из-за того, что идет большой загруз денег именно на этого игрока. Они начинают уравнивать коэффициенты, то есть, соответственно, понижать этот коэффициент. Поэтому, то есть, когда по логике, если сильно проседает коэффициент, давайте найдем какой-то матч с небольшим коэффициентом. Я вам покажу и с большой просадкой. Допустим, вот хороший пример. Смотрите, просел на 21,8%. То есть, это много. С 2,6 на 2,04. И по итогу смотрим. У нас выиграл этот игрок. Это, само собой, не всегда происходит. Но тут есть своя закономерность, и об этом мы еще будем говорить. Поэтому, ребят, больше не хочу затягивать видео. И так, видео получилось очень длинным. Но, если интересно, еще раз повторюсь, поддержите, пожалуйста, лайком. На канал подписывайтесь, кто не подписан. И до следующих видосов. Субтитры сделал DimaTorzok